Здравствуйте, меня зовут Дарья Масалова и это программа Один день. Сегодня о людях, которых все слышали, но мало кто видел. Специально они не прячутся, но даже если вы встретите их на улице, то вряд ли узнаете, кто они, эти люди. Смотрите далее. Девчонки, пойдемте завтракать. Блинов Ира напекла. Знакомьтесь, Алексей Кочубеев. Вот уже 4 года он не высыпается. Все потому, что на работе должен быть одним из первых. Доброе утро. Доброе утро. Вау, блины? Доброе утро. С удовольствием. Леш, сам любишь готовить? Честно говоря, не очень. Готовлю иногда по настроению, предпочитаю есть. Вместе с Алексеем живут дзюдоистка, студентка и программист. Удивлены? На самом деле ничего удивительного нет. Леша – владелец одного из пяти хостелов в Барнауле. Открыл его полгода назад. По образованию Леша историк, поэтому тяга ко всему древнему – еще одна особенность нашего героя. Костел называется Изба. Изба, потому что это очень старинный дом, памятник архитектуры. И поэтому мы постарались здесь собрать какие-то артефакты из прошлого, связанные как с историей города, так и с историей избы. Ну вот, например, вот эти гвозди, кованые, мы обнаружили, когда вскрывали пол и увидели вот такие старинные гвозди, на которых крепились элементы. Вообще вся изба практически без гвоздей построена. Вот этот колокол – это, можно сказать, наша семейная реликвия. Он – начало 19 века. Вот, он так звенит. Можно будить всех, да? Можно будить в случае чего людей, да. А это репетиция молодежной академической хоровой капеллы. В черном пиджаке еще один наш герой – Дмитрий Борецкий. Экономист по образованию ничего общего с музыкой никогда не имел. Но все изменилось, когда Дима устроился на работу. На какую – скоро узнаете. Хоровое пение помогает учиться слышать себя самого. Это для работы необходимо. Потому что мы же немножко слышим себя по-другому. Это другая часть Барнаула и другая героиня – Екатерина Белоусова. Ее день тоже начинается рано. И начинается он в спортзале. Три раза в неделю стараюсь начинать в каждом зале. Стараюсь всегда поддерживать себя в форме, без фанатизма. Просто для настроения и чтобы чувствовать себя в плечах. Жим ногами люблю делать. Их вообще на ноги упражнения больше всех. Вот так с разных концов города наши герои спешат на работу. На одну и ту же работу. Леша, Дима, Катя – радиоведущие. Это их мы слышим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это они сообщают нам о последних новостях. Желают доброго утра и хорошего настроения. Они рядом с нами всегда, дома, на работе, в машине. Утро на Катунь-ФМ начинается стандартно, как и в сотнях других организаций. С планерки. Давайте заглянем. Радио Катунь-ФМ – это команда из 12 человек. Идеи, темы программ и любые вопросы в коллективе решают вместе. Собрания, как видите, проходят дружно, весело. А у вас какая-то вот система, не знаю, там поощрения или наказания. Есть у нас больше наказаний? То есть, как вы думаете? Бьем. Да, микрофон. Унижаем, унижаем на планерках. Система поощрений тоже. Бью, не унижай, только меньше. Ну, а это уж совсем инсайдерская информация. Пометки главного редактора. Инна Бурюк у руля радиостанции Катунь-ФМ с самого основания. За четыре года ее команда прошла непростой, долгий, но очень интересный путь. Мы начинали буквально с двух-трех выпусков новостей 1 февраля 2011 года. А сегодня мы имеем 14 выпусков новостей и в общей сложности еще 18 программ. Поэтому, кто знает, тот понимает, что это такое. Святая святых, эфирная студия. Если микрофон выключен, значит, можно зайти. Совсем небольшая комната. Рабочее место радиоведущего – это микрофон, пульт, блокнот, ручка и все. Впервые радио Катунь-ФМ зазвучало 1 февраля 2011 года. Сейчас вместе с жителями и гостями Барнаула эфир слушают жители шести городов региона. Это больше миллиона человек. Помимо новостей, Катунь-ФМ выпускает два десятка развлекательных программ. Апельсиновое утро, приветливое настроение, беседка, бизнес-класс, дорожное движение. Евгений Калашников работает на радио половину своей жизни, если быть точнее, 24 года. Ветеран радиожурналистики убежден – успех Катунь-ФМ не только в качественном контенте, но и в постоянном контакте со слушателями. Есть потребность, я думаю, у радиослушателей, в данном случае у радиослушателей, вот именно в местной информации, в местных развлекательных программах, когда они могут позвонить, на радио пообщаться с радиослушателями, как с простыми людьми, а это и есть, мы и есть простые люди абсолютно, только по другую сторону радиоприемника. Доброе утро. В студии Екатерина Белоусова с обзором главных событий. На самом деле работа ведущего – это не только постоянные разговоры, но и постоянное движение рук за пультом. Во время эфира один человек отвечает за все технические моменты. Он выполняет функции режиссера, отвечает за звонки, смс. Одним словом, следит за эфиром. Чтобы привыкнуть к этому, должно пройти время. Бывает, заплетается язык, и причем, если он у тебя… Если один раз ты запнулся, то ты будешь запинаться в каждой новости, такое бывает, но, к счастью, не очень часто. У нас многие говорят, что микрофон, он видит улыбку, потому что, когда ты в микрофон улыбаешься, даже если ты говоришь совершенно серьезную вещь какую-то, просто отчитываешь какую-то новость, получается очень интересно. Микрофон чувствует малейшую, даже интонацию не только то, что ты говоришь, а что ты при этом делаешь. Оговорки, неправильные ударения, смех в эфире, невыключенный микрофон – все это ляпы диджеев, с которыми эфир звучит не так гладко, но без которых он звучит не так интересно. Были моменты, когда смешные фамилии встречались в новостях, и, конечно, тебе смешно, ты начинаешь улыбаться. Иногда смешат коллеги, когда им что-нибудь смешно, они начинают корчить рожи здесь, и что-нибудь такое смешное делать, трястись, вот так от смеха хохотать, но тебе нужно держать серьезное лицо и ни в коем случае не улыбаться. На радио, как и на телевидении, работают очень энергичные люди. Они быстро говорят, быстро ходят и быстро думают. А как иначе? В случае заминки ведущий молниеносно должен сориентироваться и не допустить длинных пауз. Поэтому смекалка и харизма – лучшие друзья радищиков. В Барнауле на улице 13 градусов ниже ноля. К этому часу вечерние пробки достигли своего апогея. Стоять на всем протяжении проспекта строителей от площади Октября до Павловского тракта. Павловский тракт тоже едет очень медленно. Каждые полчаса Алексей Кочубеев сообщает радиослушателям о ситуации на дорогах. Делает это он каждый день на протяжении четырех лет. Я, знаешь, я иногда подскакиваю, сидя дома в выходной день на 20-й минуте с желанием рассказать о пробках. На радио, так же, как на телевидении, есть люди, которые работают за кадром. Но в данном случае, вне эфира, это звукорежиссеры. Именно на них держится все вещание. Сергей Антошкин на Катуни-ФМ с самого основания. Интервью дает нечасто и неохотно. Его задача – вырезать оговорки, повторы, молчания. А иногда настоящий русский мат. Ведущие тоже не без греха. Ну вот, чем бы вы думали, питаются радиоведущие? Вот чем. Дим, вкусно? Во! Я, допустим, советую всем. Очень вкусно. Каждый день на радио Катуни-ФМ выходит 14 информационных выпусков. Все самое интересное и актуальное из жизни края. Радиоведущие – люди особенные. Своё настроение они передают даже через радиоволны. Раньше писали сочинения. А кем бы ты хотел быть? Я забыл давно про эту тетрадь. Я хотел быть артистом. Радиоведущие – это по большому счёту немножко артист. Потому что если включается микрофон, особенно в прямом эфире, когда про свои какие-то действительно проблемы, то, что ты не выспался, что там какие-то это, 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 все это забывается. И ты должен просто забыть об этом. И потом, когда самое приятное, когда самосервис, когда тебя благодарят, когда тебе пишут какие-то… Нам даже стихи иногда писали радиослушатели, радовались за нас. Это очень приятно. Вот это самое главное. Потому что мы говорим не для себя, а для людей. Телевизионщики хвастаются. Нас узнают на улице, а вас нет. Коллеги, вы не правы. На моей памяти было два раза, когда меня узнали по голосу. То есть слава меня застегла, и даже в этом случае. Вот, тем более, благодаря телевидению теперь меня тоже будут узнавать. Свой день рождения ребята встречают на работе. Здесь же его и отметят. Они уже одна семья. Да и для нас радиослушатели за четыре года стали родными. Радищики говорят, сколько бы лет ни было радиостанции, она всегда остается молодой, потому что работает в онлайн-режиме. Слушайте «Катунь-ФМ» на волне 88,7 в Барнауле. Это был один день, следующий через неделю. Здравствуйте. Я только к утру. Тюрьма – это вам не шутки. Главная задача – это выполнять график. Это был один день.